Это те, кто не подписался на мой канал. Пару слов для влога. Итак, сегодня я попробую снимать себя на iPhone, потому что мне показалось, что качество было гораздо лучше. Но есть всякие проблемы в виде того, что я себе вот так вот полголовы срезаю. Но посмотрим, что из этого получится. Сейчас, в общем-то, какая история. Сейчас нужно пойти и снять баты, то есть местные деньги, потому что визу и мастер-карт сейчас заблокируют у нас. И будет невозможным пользоваться картами за границей. Поэтому вот такой прикол, такие приключения. Сейчас нужно быстренько принимать какие-то решения и меры о том, как дальше управлять финансами. Итак, теперь я попробую снять на фронтальную камеру. Не знаю, как по качеству будет, это при монтаже увижу. Без маски ходить нельзя вот так. Штраф вроде как 18 тысяч бат, типа что равносиленно, 60 тысяч рублей. Поэтому я в масочке, пожалуй, пойду. Не хочется платить штраф. Куда пришли? Я рассказывал о том, что вчера ходил в 7-11. И сейчас, соответственно, та же история. Нужно снять деньги, потому что виза и мастер-карты перестают работать. Соответственно, можно остаться с рублями, с невозможностью оплатить что-либо. Как и Баткомбат, Баткомбат тоже не работает. Нам завезло. Кайф. Предлагаю загуглить слово ATM в Google-картах и посмотреть, где здесь ближайший автомат. Все, ребят, погнал искать, как вывезти деньги до того, как их заморозят под акту. Потому что остаться в Таиланде без денег... Ну ладно, это как везде остаться без денег. Так, для того, чтобы снять деньги, нужно найти ATM и ATM. Чтобы найти, нужно интернет, так как мы не купили местные симки, а пользуемся интернетом в этом отеле. Вот, а сейчас нам сказали, здесь пообщались с 7-Eleven, что, собственно, нужно довольно далеко идти. И пешком идти туда, такая себе идея. Поэтому сейчас хотим разменять тысячу бат, просто чтобы был размер, лежал. И вот, что-нибудь купить. Я вот покупаю сезонную пасту и хотел тетрадку с ручкой. Ну, непонятно, пока что по ним, как ее выбрать. Так что, вот, пока так. И вот сам магазин, зацените. 7-Eleven. Потом покажу, может, тут какие-то есть товары, которые немножко для локали. Вот свои, местные, модные, которых у нас нет. Это пространство отеля. Это Алексей. Просто идешь, и тут бананы висят. Интересует. Кстати, они... Бананы, кстати, здесь отличаются на вкус. И по текстуре другие. Абсолютно. Зацените, такая вот защита. В бетон просто стекла подбивать. Класс. Алексей, пару слов на камеру. Любых. Любые слова. Потрясающе. Кто не подписался, тот петух. В общем, сюда зашли тут какие-то общаги и прочее. Люди живут, ну, не в самых клевых условиях. Но мне кажется, в этом вся красота. Вот петухи снова, боевые, наверное, тоже. Эй, петух. Петухи, боевые. Петухи. Оп-оп-оп-оп-оп. Ладно, все. Я тут ругаться буду. Помашь не будет. Блин, прикольно. Видите, типа народ чилит. Вот, вот это... Вот это клево. Вот это не нравится. Они дальше не знают. Так, ну, в общем, вот вам вся эта красота. А, я вам себя не снял. Что может быть лучше, чем посмотреть на меня в моем влоге, правильно? Ну, там вот так вот эти вот долики рядом с петухими доликами. Ну, да. То есть, идешь, тут люди на улице практически живут, и рядом такой нормальный дом. Пожалуйста. Очень классно. Тут всякие боевые петухи. Мини-церковь. Типа... Прей-плейс. Вот люди ходят. То есть, вот, вот реальный Бангкок. Ой, не Бангкок, в принципе, Таиланд. Вот подношения. Ну, и поесть можно наверняка. Газировочка, бананы. Соответственно, если вы голодный, у вас нет денег, проходите сюда по улочкам, ищите самодельные эти храмы, и съедайте все подношения. Я не знаю, за такое меня могут заблокировать? Извиняться перед кем-то нужно? Оскорбил кого-то? Так, ну ладно. Блин, ну красиво. Знаете видосы, короче, которые в 4К, где просто человек идет по улице и записывает звуки? И вид. Вот, я примерно то же самое сейчас. Только еще с комментариями. Типа, кто не подписался, тот петух. То есть, такой токсичный вариант очень. Вот. Ну, по крайней мере, сейчас вы видите, прям реальный. А, в 360-е отфотки. Да, то есть, сейчас вы, по крайней мере, видите реальный Таиланд. Это женщина скометит. Думаешь, она себе деньги с карты даст? Хай. Хай. Так, ну, мне нравится пока. Давайте идти и еще людей достать. Одежду, Леш, переоденем тебя? Не хочешь? Давай. Смотри, какие стильные штаны голубые. Купим петуха, наденемся. Мы все сойдем за место. Вот, опять, зашли их просто сейчас. Зашли сейчас в такое же пространство, куча байков же стоит. Я такой, подумал. И подумали, что это аренда. Но это не аренда. То есть, я зашел, там какая-то общага, я пошел дальше. А, все, они остановились. В общем, вот такие приколы. Ну, что же, поехал, поехал, поехал. Молодец. Тоже надо найти что-то, арендовать. Мне нравится. Так, вон, что-то 7,99 тарифы, на что-то непонятно. Хорошо бы знать тайский. Вон, собачка, ребенок. И снова церковь, снова еда. Рабочая схема. Так что, те, кто смотрит меня из Таиланда, пожалуйста, не благодарите. А, лайфхаки вам. У него встает рука нести телефон. Напомню, что сегодня я снимаю контент на телефон, чтобы сравнить по качеству. Пишите, как вам качество, пишите, как вам мои лайфхаки. Ну, тут скромно. То есть, водичку только можешь забрать. Вот, надо русский винт или тебе дать что-нибудь забрать. Ну, это я шучу, если что. Люди думают, зачем он снимает? А все для вас. Алексей, пару комментариев. Как тебе здесь? Мне здесь. Все. Все, знаешь, мне здесь. Что тебе здесь? Мне здесь. Я. Мне здесь я. Потрясающе всего. Спасибо. Ты наполняешь динамикой и красками, мой бог. Спасибо. Немного нацепашнее. Вот местные магазинчики. Снова. Интересно, цены есть? А, вон, пачка воды 30 бат, что примерно 120 рублей. Да, 120 рублей. Сейчас уже курс 4 к 1. Без 1 бат 4 рубля. Веселая математика со Степаном. Друзей тут снимать. А представьте, буду подходить еще такой в лицо этой камеры. Типа я турист такой, я еще не знаю. Вон еще там арбузы, фрукты. Ну вот, да, и перейдем. Леш, ты уверен? А, ну да. Переходим? Надел сказать, ты уверен? Да, посмотрите, слева, слева машина. Слева, слева, да, слева машина. На правую идешь, смотришь. Так. Здесь Костан-на-Аран висит на мне засад. Так, ну, о, мы продуктовый нашли местный. Ну, то есть нормальный, для туристов. Жарбуз можем купить. Только зачем? А вот и эти эммы. Нападаем на эти эммы. Да, будем. О, это тут свежо. Ой, как хорошо. А тут очень жарко на улице. Я вам сниму цены. Медленно. Ну, просто делайте x4 от того, что здесь написано. И примерно поймете, сколько что стоит. Ну, это так, что просто. Развлекайтесь. Все пока. Итак, вы наблюдаете, как Алексей покупает манго. А теперь папайя в итоге есть или нет? Папайя. Папайя. Алексей, какие чувства от покупки местной еды? Смешанные. Смешанные? Это те, кто не подписался на мой канал. Цыпленка вам сейчас покажу. Видите, петух. Ну, или курица, возможно. Да, просто. Я на цыпленочке гоняется. Красно. Итак, ну, все. Входили в магаз, купили воды, сняли кэш. Теперь у меня есть, знаете, сколько? Не скажу. Сама разговаривать? Нет, не со мной. Об английском. Я общительный. А тут не знает вообще никто английский. То есть тут все как-то так, на жестах, на хай. И когда не понимают английский, я говорю, спрашиваю, вы разговариваете по-английски или нет? Когда долго нет, но продолжаю что-то говорить, я такой, просто вошел, улыбаюсь и ухожу. Ну, не слышите, я токсичный? А любезно. Тут все ты улыбаешься. Саб-зиро. Так, ну, собственно, смотри, как стильные банки повесили от энергетиков. Знаете, не знаете толк в стиле и моде, пожалуйста, перенимайте. Вон, чувачка. Hi. Каври. Ну, он не с нами общается. А могла бы тоже. Вы стали свидетелем диалога местных. Не благодарите за этот контент. Чисто, если вдруг интересно, это местные собаки. Пару слов для влога. Лев, 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 лев. Нет, его забирают. Ну, ладно. Мы с ним общались. Это грубо было. Торница наша беседа. Ну, ладно. Не трогай мою собаку. Итак, я отправляюсь к Сани. Hi. How are you? Они меняют манго нечищенный на чищенный. Соответственно, я воспользуюсь этим предложением. Потрясающе. Видите, кстати, когда девочка немножечко побаивается. Она еще в лифте тогда шарахалась. Потому что мы как бы гипотетически ковидные. Вот. И поэтому держит дистанцию. Итак. Ну, что-то обманули. Эксчейндж работает? Эксчейндж. Манго эксчейндж. Ой, он прямо еще в стаканчике. Спасибо. Как раз? Ты идешь, ты будешь работать? Спасибо. Давай. Дожди. Все, собственно. Эля, ты хочешь, чтобы я зашел? Я зайду? Я только немножко, это, чурти как. Чурти как. У нас вот Бардачина. Так. Бардачина. Лицо, конечно, из-за масок, из-за всего. Прям идет. Что, прощи? Все. Да, все. Рабочий лагерь открываем. Обратно. Так. Короче. Итак, это была минутка с Алексеем. Все, погнали. Расскажи, что делать будем. Работу, работа. Работа, работа. Горьким проектом. Резабатывать. Резабатывать? Резабатывать. Игры. Игры. Резабатывать. Сейчас я предлагаю быстрее обсудить в целом стратегию, что делаем. Что у нас есть на сегодняшний день. И от этого уже отталкиваться. То есть, по мне, примерно понятно. Ну, мы вчера обсудили часть. Ну, с обновленной информацией, что у нас с чем. И появились ли новые какие-то файлы по проекту. Все, ребятки, я ухожу.